здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садова это меня водитель смешит все время как сниматься не знаю значит сегодняшняя тема морковка и сразу хочу оговориться и самое время подумать о том как ее защитить от грузунов они и сверху и снизу есть так вот кто же такой снизу конечно наша любимая мышь полевка водяная кобыла вот такая 23 сантиметра и хвост еще 11 да она то снизу то что делает ну натуральная крыса она подлезает 40 сантиметров внизу начинает есть морковку и поедая ее она видимо лежа это делает она ее подтягивает и ботва уходит в землю примерно наполовину вот той что у нее есть вы представьте какая она скотина я уже честно сказать спасаюсь в вот у меня в руках есть отрава от крыс и мышей всех видов и я вам покажу что я делаю с ней значит так во первых для того чтобы обрабатывать что-то от кого-то обязательно оденьте перчатки не потому что там что-то съест ваши пальцы нет вот представьте себе насколько интеллектуальные и гурманы вот эти гурманы эти крысы чтобы не ладно было они почуют ваш запах вашей кожи да ваши потожировые как говорят фудмедэксперты значит и для того чтобы они взяли приманку не должно пахнуть ничем человеческим они понимают что если пахнет руками значит там бомба значит все одела перчатки растригла пачку и достаю оттуда вот такие вот брикетики они называются сырные брикеты пахнут они как карамелька ну правда очень вкусно разламывать их не на до они готовы к употреблению и вы должны их положить так чтобы они были под прикрытием ничего что рядом с ними будет находиться совершенно не отравится и я между свеклой и морковка потому что они еще жрут ее потом ну видимо сладко они что же не дураки и я вот так их разбросаю по несколько штук да ну так чтобы было не видно и они были не на солнце я думаю что эти девочки и мальчики обязательно поедят моего угощения в это лето я рассыпала еще какой-то розовый горох тоже отрава из этой же фирмы и вот эти вот сырные причем они разных видов есть в оболочке готовы а есть не в оболочке их можно разламывать и знаете количество крыс значительно уменьшилось это не правда что они не берут приманку берут только одевайте перчатки ну на этом я закончу и вырву морковку посмотрите какая она родилась хорошенькая какая ровненькая но у нее еще почти месяц до уборки ваши вопросы а когда убирать морковку меня тоже кладут на лопатки почему да потому на пачке моркови которые вы сеяли переверните и посмотрите написано срок созревания от всходов до уборки посчитайте пожалуйста сколько дней прошло от всходов и будете знать когда убирать это же все просто а на этом пока и до свидания